Чат-бот, онлайн-курс, наставничество, премиальный продукт, оффлайн – это все может сделать методолог. То есть методолог – это архитектор? Архитектор образовательного опыта. Сколько вы зарабатываете? Рынок образования растет каждый год. Знаешь, во сколько? Нет. В два раза. Что я только не слышала. 80% учеников не открывают второй урок. Это просто не мои ученики. Моя миссия – это сделать рынок образования белым. Тема легального, полезного, белого инфопродукта будет актуальна всегда. Всем доброго дня. Ну что ж, с учетом трендов, есть вероятность, что методологи – это будет очень востребованная профессия в будущем. Потому что многие хотят быть в инфобизнесе, но при этом мы теперь понимаем, что только качественные продукты позволят оставаться в этом рынке легально. А значит, нам нужны методологи. Сегодня разбираемся с тем, что это вообще за профессия такая, сколько в ней зарабатывают и как им стать. Наталья, привет. 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 Так, методолог. Как ты стала методологом вообще? Как люди становятся методологами? Вот сейчас ты их обучаешь. Я знаю, у меня есть несколько коллег, у меня есть партнер по бизнесу, который тоже их обучает. Да, то есть я понимаю, что есть школа. А вот вы, первая линейка, как они становитесь? Так, ну давай так. Идеальный методолог – это тот, у которого есть бэкграунд в обучении. То есть это может быть преподаватель, репетитор, в том числе из опытных кураторов, то есть это люди, которые уже работают с другими людьми и понимают, как это строится, случаются хорошие методологи довольно быстро. Вот. Как ими технически становятся? Да, давай так. Смотри, здесь очень важно понимать, что у нас есть педагогика и андрогогика. Педагогика – это про детей, педа – это ребёнок. Да, а андра – это про взрослых. Да, ну это в принципе про человека, но больше про взрослых. И вот прикол весь в том, что до сих пор, даже сейчас, в магистратуре по проектированию образовательного опыта взрослых, всё равно это направление педагогика. У нас просто законодательно не закреплено. Вот. Соответственно, как им стать? Есть школы, которые занимаются именно образованием взрослых, а деньги в образовании взрослых, потому что, вопреки расхожему мнению, то, что лучше детям тратить деньги на детей – нет. Деньги в образовании взрослых. Вот. Поэтому через школы, в идеале, с бэкграундом каким-то образовательным, очень быстро всё это получается. Как стала я? Я в образовании со старших курсов университета. У меня первое образование – это Московский государственный лингвистический университет, который бывший имени Мориса Тереза. И как раз, если ты хорошо знаешь иностранные языки и очень хочешь кушать на старших курсах, ты идёшь преподавать, хочешь ты этого или нет, иностранные языки. Вот. Так и случилось. Вот столько лет я в образовании. Поэтому мне было очень аутентично перейти в методологи. Угу. Так, хорошо. Методологи – это люди, которые приходят как раз к специалистам, которые хотят собственный образовательный продукт. И что? Они полностью его придумывают или они докручивают существующее. То есть какой… Или это зависит от стадии прихода или от статуса методолога. Есть у вас какие-то там генерал-методологи? Да, у нас есть. Если мы говорим про мою команду, у нас есть разные статусы методологов. Очень похоже на IT. Из серии младший методолог, старший методолог, просто методолог, технологический директор. У нас всё это есть. Вот. Если мы говорим про экспертов… Методологический директор – это генерал? Да. Ага, так. Да-да-да. Вот. А я так, командующий войсками. Вот. Соответственно, если мы говорим про экспертов, то смотри, здесь на самом деле методологи могут очень по-разному подходить. Если мы берём прям крупные онлайн-университеты, то там, как правило, сначала методолог разрабатывает MVP, то, что мы с тобой в прошлый раз обсуждали. То есть примерно такой минимальный жизнеспособный продукт. И потом его тестируют, и потом уже зовут экспертов. То есть он такой смотрит. Ага, маркетологи. Маркетологи у нас примерно учатся вот так вот, крупными мазками. Дальше мы уже зовём классных маркетологов, и они помогают наполнить программу. То есть может ли методолог сам сделать продукт? Может, конечно. Но, знаешь, это как из серии «Можешь ли ты сама сшить платье?» Наверное, можешь. Но смысл? Вот вопрос, и какое оно получится в итоге. Вот в моём случае очень плохое получится. То есть методолог – это не так называемый архитектор? Архитектор образовательного опыта. Ага, супер. Вот это же как звучит архитектор, образовательный. Почему тогда методолог? Почему не архитектор образовательного опыта? Потому что очень непонятно. Почему, не знаю, наверняка, вот есть устоявшийся личный бренд. Наверняка это можно как-то по-другому назвать. Да, потому что, знаешь, вот меня, если честно, в формулировке «личный бренд» смучает слово «бренд», потому что это американизм. И, знаешь, вот это вот… Я всё давно-давно ищу русскую красивую созвучную замену, чтобы она была понятной людям. Но бренд – это настолько устойчивая характеристика, как менеджер, да, например, там, копирайтер. То есть мы уже настолько это вобрали в свой язык, к сожалению, что вот эти все бизнес-терминологии, она у нас уже прижилась. И да, личный бренд, персональный бренд, да. Но методолог для меня – это гораздо метод, да. И лог. Ну вот поэтому. То есть можно по-разному. Есть, типа, дизайнер образовательного опыта, есть пед-дизайнер. То есть как только их не называют, но самое понятное для нас – это методолог. Хорошо. Сколько вы зарабатываете? На чём вы зарабатываете? То есть платят за полностью, как архитектор, полностью разработку. Вот как эта отрасль работает? По-разному. Можно пойти in-house, когда ты работаешь в конкретной компании и вот взращиваешь один продукт. Если мы берём, к примеру, меня, у меня есть агентство, где у нас есть разные клиенты в разных нишах, и мы им делаем по факту продуктовую команду и разрабатываем с ними продукты. У тебя есть методологи, которых ты обучала, которые работают на тебя? Да, у меня есть методологи, которые работают вместе со мной, да. Вот есть какие-то продукты, в которых я выступаю где-то как какой-то ментор, ну по-разному бывает. Основное здесь, смотри, что можно прийти на стадии идеи, и в этом случае прям мы делаем полностью, смотрим, что есть на рынке, анализируем их программы. Ну, конкурентов это нужно посмотреть. Для нас, для методологов, да, я понимаю, что в визионеров всё по-другому. Вот. Соответственно, мы смотрим там, как обычно в этой отрасли всё выстроено, ну и так далее. И начинаем создавать образовательный классный продукт. Это в итоге может быть что угодно, что аутентично клиенту. Будь то чат-бот, онлайн-курс, наставничество, премиальный продукт, оффлайн. Это всё может сделать методолог. Если оффлайн, образовательный, а не оффлайн, где мы просто потанцевали в конце. Да, да. Вот. Может прийти человек уже с инфопродуктом, к примеру, и сказать, ребята, что-то у меня возвратов больше 5%, или что-то у меня НПС плохое. НПС это индекс лояльности, то есть понравился, не понравился продукт. Или что-то у меня ученики не открывают последний урок, а это называется core, это метрика доходимости. Вот. И в этом случае мы делаем аудит, смотрим, что не так, и переделываем продукт. Бывает абсолютно по-разному. Что касается стоимости, то если мы говорим про продукт под ключ, то есть это когда вот есть, вот знаешь, осталось только записать. То есть вот тебе скрипты из твоего метода, как мы записываем урок, вот тебе презентации, вот это на платформу размести, вот такая домашка, вот так она должна быть сделана. Вот. То даже у малышей-методологов этот такой продукт на месяц должен стоить от 50 тысяч рублей. Одновременно методолог может вести спокойно 3 проекта плюс. До того, как я начала уже набирать команду, я вела одновременно 7 проектов. Слушай, ну и самое главное, вот эта профессия, вот сейчас, знаешь, мир такой, так называемый, турбулентный, непредсказуемый. Многие люди теряют какие-то свои опоры в той профессии, которую они вот как в институте учились одному, мир требует другое. Как ты думаешь, профессия методолога это та профессия, которая может долгосрок человека быть основой его карьерной линии, его кормить его семью, он может и не в ней расти. Есть ли, может быть, у нас какая-то ассоциация методологов России, какие-то перспективы там, как эта отрасль вообще регулируется? Давай начну с конца. Давай. Я, кстати, хочу сделать что-то типа ассоциации методологов. И вообще моя миссия – это сделать рынок образования белым. То есть это, допустим, та причина, по которой я вернулась обратно в магистратуру и заново делаю еще одно обучение, потому что я хочу с той стороны воздействовать на рынок. Обучение или образование? Я сейчас в магистратуре нахожусь, педвуза. До этого, соответственно, я училась в Германии еще просто, сложная в этом плане система. Так вот, это, я надеюсь, будет очень скоро. Но что касается перспективы, давай по фактам, вот без всякой этой истории, то, что я так вижу и так далее. По фактам рынок образования растет каждый год. Знаешь, во сколько? Нет. В два раза. Супер. Вот, соответственно, возможно, темп снизится, но пока не снижается. То есть даже если он будет расти на 30%, это все равно будет очень-очень много. Далее. Сейчас отрасль начинает регламентироваться очень сильно. Вернее, как, давай так, она не сама, ее регламентируют на законодательном уровне. И точно это сделают, потому что там вопросы еще налоговые, специальные налоговые ставки. То есть это точно как бы всем выгодно, это доведут. И я, знаешь, о чем сейчас подумала, что в части регламентации отрасли может быть требование для инфопредпринимателя иметь в штате методолога, сертифицированного методолога, который отвечает за продукт. Знаешь, как гарантия качества. То есть есть, допустим, машина, у нее есть, допустим, техосмотр. И чтобы машина ездила, должен пройти техосмотр и получить галочку. То же самое, например, инфопродукт должен иметь обслуживающего его методолога. И я художник, я так вижу, а методолог, который верифицирован, сертифицирован, стоит в каком-то реестре или в какой-то организации, который приходит и говорит, да, этот продукт соответствует критериям хорошего продукта. Кстати, про критерии хорошего продукта или плохого мы говорили в первом выпуске нашей интервью. Если вы не видели, очень вам рекомендую. Возможно, сбережет кому-то очень много денег и нервов. Я думаю, так и будет. То есть смотри, сейчас критерии, которые на законодательном, подчеркиваю, уровне разрабатываются, чтобы у школы была лицензия, лицензию нельзя получить без хорошей методологии продукта. Далее, чтобы возвратов было не более 5%. Я думаю, здесь норму доработают, потому что у массовых продуктов на самом деле норма может быть 10%. Ну, это же сейчас на стадии формирования находится. Но еще раз, чтобы не было возврата, должен быть хороший продукт. Это делает методолог. Да. И третий критерий – это НПС, индекс лояльности, выше 50%. То есть, еще раз, это вот на стадии разработки сейчас, когда мы снимаем, то есть, когда это видео выйдет, возможно, уже что-то и разработают. Супер. Ну вот, НПС – это тоже за это отвечает методолог. Не говоря о том, что вот эта история про то, что я художник, я так вижу, знаешь, что я только не слышала, что-то из серии… Вот смотрите, у вас 80% учеников не открывают второй урок, это просто не мои ученики. Вот серьезно, то есть даже, ну, как бы такое говорят, допустим, иногда, понимаешь. Поэтому, конечно, здесь нужен методолог, который должен выстраивать нормально обучающую программу. И все к этому идет, потому что сейчас регламентирует очень сильно отрасль. Более того, если ты посмотришь любые большие школы, там всегда есть методолог, а иногда и несколько методологов. К примеру, у меня был проект, которым я была партнером, у нас там было 8 методологов, потому что очень большие темпы производства, а хотела сделать качественно. Поэтому 8 методологов. А они, каждый отвечал за какой-то кусочек, да, процесс? Здесь нужен методологический директор, который их координирует. Это, как знаешь, наверное, даже не такой пример привести, монтаж видео. То есть каждый может отвечать за какую-то свою часть, но должен быть один человек, который это сводит финально. И смотрит, что, ага, здесь эта коррекция точно совпадает. Ну, тут, не знаю, это, наверное, вопрос не совсем ко мне, как сводится в видео, но я как-то так вижу этот процесс. Круто. Наташ, я благодарю тебя за то, что ты пришла, за то, что ты поделилась своей экспертизой изнутри. Сейчас, когда бы не вышло это видео, но я уверена, что тема легального, полезного, белого инфопродукта будет актуальна всегда. А значит, методолог – это друг предпринимателя, который хочет строить бизнес на рынке, который до текущего года рос каждый год два раза. Да? Да, все так. Все большие школы уже это понимают, и мне кажется, такой классный звоночек для школ поменьше, то, что критерии роста – это продукт, и быстрый рост только возможен через продукт. Ну и в конце концов, дорогие, учитывая, что как дорожает трафик, как он нестабилен, одним из самых сильных каналов продаж является кто? Это адвокаты вашего бренда. А это кто? Это люди, которые получили результат от работы с вами. Сто процентов. А это следствие качественного продукта. Я благодарю тебя еще раз. У нас сегодня особенный подарок. Он один, и он физический. И сейчас я хочу попросить вас, кто смотрит это видео, написать под этим видео ваш самый главный инсайт из этих трех выпусков. То есть вот у нас есть три выпуска с экспертом. Мы говорили с разных сторон про образовательные продукты. И мне важно узнать, а что было для вас самым главным из этих трех выпусков. И победителя Наталья выберет лично, которому она отправит этот подарок. А что это за подарок? Это наш авторский блокнот с котами. У нас символ школы – это кот, за которым просто наши ученики обычно становятся в очередь. Я буду очень рада подарить его у кого-то из твоих зрителей. Он прям реально прикольный, поэтому ждем ваших инсайтов. Дорогие, вот такой замечательный авторский кот вас ждет. Кот на удачу, кот на крутой инфопродукт, кот на то, чтобы ваши клиенты были довольны тем, что вы создаете. И есть еще один бонус. Я думаю, вы уже вдохновились в профессии методолог. В общем, у нас есть бесплатная профориентация. Это там, где мы прям смотрим ваш бэкграунд. И это проводит также методолог, что важно. У нас вообще нет отдела продаж. И он помогает вам сориентироваться, к какому пути вам лучше пойти. Вот, профориентация бесплатная. Их ограниченное количество в месяц. Но вы обязательно записывайтесь. И мы вам, как только появится местечко, обязательно вас позовем на нашу профориентацию в школу продукта. Кайф. Ссылка в описании. Обязательно оставляйте свои верные контактные данные. Мы с вами оперативно свяжемся и позовем вас к нам на профориентацию. Ждем ваши комментарии. Благодарим за лайки и репосты. И увидимся в следующих выпусках.